Известный семикратный рекордсмен по силовому экстриму, первый заместитель председателя спортивного движения «Сильная Россия» Марат Узденов, стал обладателем Всероссийской телевизионной общественной премии «Герой нашего времени». Вот уже много лет через этот проект телеканала «Вся Уфа» рассказывает о людях, которые бескорыстно совершают добрые дела и героические поступки. Житель нашей республики был отмечен данной наградой за оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса. С героем «Нашего времени» побеседовал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Эта награда для меня является самой значимой, отмечая в нашей беседе известный рекордсмен по силовому экстриму Марат Узденов. Премию «Герой нашего времени» Марат Узденов получил по номинации «Доброе дело» за его оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса. Награду Марат получил из рук советника главы республики Башкортостан Шавраша Карапетяна, который в 70-х годах спас 20 человек из-за тонувшего троллейбуса. Они собирали со всех регионов репортажи. И у нас репортажи отправились с телеканала «Архаз-24». Они про меня снимали после Донбасса. Целый фильм, час 17 фильм идет. Наши люди называются. И вот они отправили «Архаз-24», отправил репортаж. И вот этот репортаж победил в конкурсе, во всероссийском конкурсе «Доброе дело». Номинации «Доброе дело» там было всего 7 номинаций. И вот первая номинация – это было «Доброе дело». И я стал победителем в этой номинации. С началом военной операции Марат Узденов активно принимал участие в перевозке гуманитарной помощи в Донбасс. Но самое главное – он оказывал помощь беженцам. Так, после обстрела в ВСУ Мариуполя 27 февраля от полученных ранений маленькая девочка Ева погибла. Из этого они с западными журналистами сделали фейк. Якобы, что это сделали российские солдаты. «Меня попросили разоблачить эту информацию и спасти семью этой маленькой девочки. Я помог увести семью и позаботился о том, чтобы Еву похоронили», – рассказывает Марат Узденов. «Больше меня зацепило то, что эта девочка родилась с моей дочерью в одно время. То есть в один год, в один месяц и, по-моему, даже в один день, в августе. Они одного возраста были. Я представил, что это, может быть, и моя дочь. Для меня не было разницы, это украинская дочь или моя дочь. Если ребенка убили, и ее тело не отдавали даже. Прошло некоторое время, это уже начало апреля было, ее тело не отдавали родным похоронить». После этого случая к Марату Узденову стали обращаться многие семьи, которые хотели выехать из зоны боевых действий. Не боясь за свою жизнь, Марат самоотверженно отправлялся в самые горячие точки СВО и помогал вывозить людей. «Более 150 человек я сначала спецоперации вывез и доставил на территорию России, на безопасную территорию. И собак тоже много вывез. Они все собаками хотят уехать, без собак никто не уезжает. Поэтому и животных вывозил, и людей вывозил». Огромную работу с начала военной операции Марат провел по перевозке гуманитарной помощи и даже сегодня продолжает этим заниматься. «Я решил поехать в Донбасс, чтобы быть полезным своему государству», отвечает наш герой. «Помогал лекарствами, едой и одеждой. И сегодня продолжает оказывать поддержку и нашим военнослужащим». «Последний раз я был буквально две недели назад. Это у меня 17-й груз был, гуманитарный. Я завез в Бердянск, завез и в Донецк. Детскую одежду в Донецк завез. А питание для наших военнослужащих, теплые шапки, свитера, носки теплые и так далее, воду, очень много воды, завез в Бердянск. Последний раз». «Самое главное в жизни – нужно быть всегда полезным для своей страны. И эта премия «Герой нашего времени» меня мотивирует продолжать заниматься этой деятельностью», отметил в завершении встречи рекордсмен. Али Халибшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.